Танкойны за кристаллы. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И сегодня в игре появилась пасхальная акция, а точнее именно анонс ее, поскольку уже завтрашнего дня в нашей игре ждет некоторые праздничные ивенты, плюшечки и так далее. Поэтому сегодня вместе с вами быстренько с ними ознакомимся. Если же вам подобный формат видеороликов нравится, то не забывайте обязательно поддерживать пальчиком вверх. Максимально будет приятно и круто. Начнем с того, что я уже даже одел красочку в честь такого праздника, который в нашей игре будет на выходных. Ну и также быстренько будем переходить к тем новостям, которые в нашей игре уже появились. Некоторые из них, возможно, вы уже видели, возможно, вместе с нами будете потихонечку ознакомливаться. Вот такие у нас, скажем так, новости. А что же нам пишут разработчики наши? Друзья, получается, что с завтрашнего дня, с 22 числа по 23 апреля, нам стоит ждать скидочка в магазине 30%. В целом, наверное, неплохо. Все, кто хотят закупиться в магазине, могут сэкономить. Также в гаражике, получается, в субботу. Ну и 24 апреля, получается, на МПК. 30 не 50, в принципе, тоже ничего удивительного. В принципе, довольно актуальные скидки, которые довольно часто в нашей игре происходят. И заодно, возможно, выходных на одних этих скидках мы что-нибудь себе прокачаем. На том же бизнес-аккаунте, да, какие-нибудь МПК-шечки. Возможно, что-нибудь дополнительно докупим. Поэтому, если будет интересно, пишите обязательно об этом в комментариях. Также, что нас ждет завтра, специальный форматик. Целых три дня американский футбол получается в режиме джиггернаута. Все танчики будут на джиггернаутах. Пушка Тереминатор. Есть определенные параметры карты. Кстати, с недавнего времени они начали писать именно разработчики о том, какие же параметры карты нас ждут. Поскольку раньше, я помню, что нам приходилось догадываться. Заходишь в бой, тестируешь, пробуешь. И потом понимаешь, что битва с МПК, либо без, либо без гаража и так далее. Сейчас же все в подробностях. Надеюсь, что правильно описали. Поэтому можно поподробнее ознакомиться. Также три спецухи. Получается праздничных у нас появляется в игре. 7 дней према, единица энергии, 10 ультраконтейнеров и краска, жвачка. Честно, не знаю, что за красочка. Возможно, какая-нибудь праздничная. Сколько будет стоить, если честно? Пока что неизвестно. Возможно, как и раньше, что-то подобное стало. То ли 1000 танкоинов, то ли 2000 танкоинов. Завтра вместе с вами увидим. Также еще одна спецуха. Получается 290 ультраконтейнеров, 3 единицы ядерной энергии, пушка Твинс МК-2. И устройство Тектоническая Плазма для Твинса. Если я не путаю, то это Твинс, который может подавлять противника. Может быть, ошибаюсь. Поправите меня в комментариях. Пока что с многими устройствами, которые уже за этот период, пока меня не было, появились. Я пропустил. И также что-то интересное. У нас 100 золотых монет, друзья. Нам разработчики пишут, что завтра будет какая-то спецуха. Видимо, магазинчики. Видишь 100 танкоинов, которые мы можем приобрести за кристаллы, друзья. Танкоины за кристаллы. Что на это скажете, напишите обязательно в комментариях. И будет интересно, сколько же это стоит. Я думаю, что не так дорого. Даже если же 10 тысяч кристалликов, мне кажется, сойдет. И лично я бы купил даже за 10 тысяч. Возможно, даже будет 100 кристаллов стоить. Возможно, 10 кристалликов. Может быть, пару тысяч. Может быть, даже 100 тысяч. Хотя это много. Много. Не надо об этом даже знать разработчикам, сколько я готов отдать за 100 танкоинов кристаллов на том же аккаунте без доната. А также завтрашнего дня у нас будет повышенный фонды. Опыт. В принципе, ничего уникального. Каждый выходной в нашей игре что-то подобное появляется. Также обновлены ультраконтейнеры. Если честно, прям ничего нового не вижу. Хотя, креополе для рикошета, если не ошибаюсь, а рикошет, который сможет не только поджигать противника, как в случае прошлого рикошета с устройством, а и замораживать. Теперь рикошет может заморозить противника. Поэтому, если будет интересно, обязательно протестируем и вместе с вами разберемся. Также несколько миссий. Довольно небольшого количества. Хотя, их вполне достаточно, потому что в нашей игре проходит, как вы знаете, космический ивент, в котором дают также довольно большое количество контейнеров. Та же энергия. Поэтому, в сумме, в принципе, довольно много у нас миссий в игре. Главное, чтобы вы успевали за всем следить и их потихонечку выполнять. Наверное, давайте быстренько пройдемся завершить несколько матчей. Три боя. Выиграть один бой, если вы имеете премиум аккаунт. Это получается боевой пропуск. Если вы имеете, то уже три матча можете завершить, получить три ультра-контейнера, три ядера энергии. В целом, почему бы и нет, это не вместо основных миссий, а дополнительно, если вы имеете такие бонусы в виде пропуска, либо же премиум аккаунта. Также у нас есть миссия, связанная с, получается, цепочкой миссий. Да, семь ультра-контейнеров. Получаем, если же мы выполняем все миссии, которые указаны ниже. Это попасть в топ-3, три раза, выиграть пять любых матчмейкинговых битвах, шесть тысяч кристалликов, нанести 150 тысяч урона, набрать две тысячи очков, использовать 15 раз овертрайв и завершить пять битв в режиме регби, как раз, видимо, в этом праздничном режиме, либо же в обычном формате, ну и также праздничное оформление. В принципе, неплохо как дополнение, я считаю, что довольно неплохо можно разбавить также выходные и заодно и эти миссии выполнить, и те, которые связаны с космическим ивентом. Мне тут потихонечку на форуме уже приходят сообщения, ребята, видимо, комментируют обновление, которое в нашей игре сейчас анонсировали. Что по поводу списка обновлений, друзья? Наверное, я прям сильно на нем задерживаться долго не буду, но я хочу выделить несколько моментов, которые лично меня немножечко, скажем так, зацепили. Во-первых, это устройство Креополи, да, которое рикошет теперь может замораживать, поэтому, если хотите, как я ранее говорил, запишем, протестируем, разберемся жестко. А также у нас размер, друзья, групп, максимальный размер групп снижен с 4 до 3 человек, то есть в группе вы можете играть с двумя теперь друзьями, то есть вы и два друга, которые могут к вам присоединиться. Также в подробностях разработчики описывают, почему именно так и с чем это связано. Я это читать уже не буду, но если захотите, в подробностях можете также почитать и ознакомиться. Также у нас получается, немножечко занерфили статус эффект, точнее именно иммунитет от статус эффекта во время действия ремкомплекта на 0.1. В целом не критично, но я потихонечку понимаю, что разработчики, возможно, хотят этот эффект как можно сильнее сократить. Возможно, а может быть и нет. А также, ну, визитка это в принципе ничего критичного, проценты падают крита, но, возможно, если будем тестировать, потихонечку разберемся. Пока гром, пока что, друзья, не трогаю. Если хотите, мы с этим вместе с вами потихонечку будем разбираться в наших видеороликах. Также пушка Терминатор, которую немножечко не критично тронули. Ну и самое интересное, наверное, то, что я видел чуть ниже. Это изменения в контейнерах, друзья. В стандартных контейнерах добавлены устройства для фреза, магнитная смесь и парализующая смесь. В принципе, неплохие устройства с обычных контейнеров, тем более, если они не станут старыми, будет интересно попробовать их выбить. Поэтому, если захотите, набираем большую активность и обязательно откроем и попытаемся все это выбить вместе с вами, поскольку контейнеров на моем основном аккаунте, в принципе, достаточное количество. Даже можем сейчас взглянуть 262 обычных контейнера. Если не ошибаюсь, старые контейнеры не превращаются, как ни странно, в старые. То есть, которые сейчас, они пока что новые, но завтра они, возможно, старые. Обычные, вроде бы, их особо не затрагивают в этом плане. А также стандартный контейнер теперь гарантирует один примет из категории синие каждые 15 открытых контейнеров. То есть, каждые 15 контейнеров, если вдруг вы довольно часто открываете, видите, что одно белое свечение, теперь будет гарантированно из 15 контейнеров как минимум одно синее падает. Ну, такое. Как минимум хорошо, но я считаю, что, наверное, в обычных контейнерах гарантированно должно падать с 15 контейнеров, но фиолетовое. Хотя бы фиолетовое. И также про ультра-контейнеры теперь гарантируют один примет из категории эпик. Это получается у нас, если не ошибаюсь, фиолетовое свечение в ультра-контейнерах. То есть, фиолетовое свечение гарантирует нам, что раз в 15 контейнеров оно будет падать, в котором может быть даже 100 батареек. Ну, такое, не знаю, пишите, друзья, в комментариях. Это, как минимум, тоже неплохо, но не идеально. Хотя бы в этом направлении разработчики что-то начали думать, поскольку, если вы видели видеоролик, в котором мы открывали довольно безумное количество контейнеров на Орнк-офицере, а если вдруг не видели, посмотрите, возможно, в правом верхнем углу ставлю антацию, там, конечно, падало не сильно ахти, и в этом плане разработчики стараются, возможно, даже, может быть, обратили внимание на открытие, может быть, заранее как-то уже продумали и пытаются как-то это все преобразовать. Поэтому будем смотреть, наблюдать, если захотите, обязательно протестируем, подкрываем контейнеры и посмотрим, как это все работает. Ну и тот кулдаун на смену вооружения в матчмейкинге увеличен с 14 до 15 минут, о котором я ранее, уже несколько месяцев назад говорил, что пришло, наверное, время, то, что в скором времени вы не сможете вовсе переодеваться в битвах и, скорее всего, будет обновление связано с пресетами. Посмотрим, пока об этом не писали, но, как минимум, переодевание в бою говорит об этом. Кулдаун на смену вооружения в пробитвах, кстати, уменьшается, это, наверное, все же правильно, хотя в пробитвах, наоборот, бывают затяжные матчи, которые в целом раз в 15 минут можно неплохо перейдеться и потери никаких не должно быть. А вот в матчмейкинге, конечно, хочется почаще, но посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет. И пару ошибок, которые были исправлены, не знаю, лично я особо не сталкивался, возможно, вы сталкивались, поэтому в этом направлении разработчики тоже стараются работать. Друзья, вот такие у нас сегодня изменения, анонсы, поэтому напишите, что вы думаете об этом в комментариях, я уже потихонечку готовлюсь, красочку, как я ранее говорил, даже одел, возможно, завтра какая-нибудь еще специальная краска будет. В целом, миссии стандартные, скидочки стандартные, возможно, некоторые изменения, которые будут интересны завтра вместе с вами опробовать и протестировать, как это все, как я ранее говорил, устроено. Друзья, ваши комментарии, если до сих пор на канал не подписаны, подписывайтесь, прожимайте колокольчик, не забывайте выбирать, поддерживать пальчиками вверх. С вами был Immortal Hero, не прощаюсь, до скорых встреч.